Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это Открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканала Арктик ТВ, я ее ведущий Николай Дукмас. Сразу же хочу обозначить небольшой лид, прежде чем представлю нашего сегодняшнего гостя, которого вы можете уже лицезреть на своих телеэкранах. Арктик ТВ снимает спецпроект про бизнес в современных реалиях, где задается вопрос у ряд предпринимателей о том, как они справились, какую поддержку получают и получают ли. Собственно говоря, рекомендуется следить за эфиром, этот спецпроект скоро выйдет в свет, сможете ознакомиться с ним лично. Ну а в качестве информационной поддержки и актуально на тематику этой недели мы пригласили руководителя компании «Визит Мурманск» и председателя Союза туриндустрии Мурманской области. Олег Теребенев, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас приветствовать у нас в гостях, успели немножко пообщаться за эфиром, так что мои предположения таковы. Диалог получится интересным, многосторонним, многогранным. Единственное, что на все про все у нас лишь 28 минут. Поэтому, если у вас, уважаемый, возникнет желание подключиться к нашей беседе, вы можете это сделать, звонившись в прямой эфир по номеру телефона 99-45-45 или отправить сообщение на Телеграм или Вайбер, наши интернет-мессенджеры привязаны к номеру плюс 7, 921-708-2006. Олег Павлович, как ваши дела? Подшиваются. Подшиваются. Это, на самом деле, более продуктивный и позитивный ответ, чем такая пауза непродолжительная, которая звучит часто от спикеров, которые так или иначе имеют отношение к бизнесу, среднему, малому или крупному. Потому что 2020 год, как бы, перечеркнул возможность ответить на как дела. Все хорошо, большой палец вверх, люди стараются избегать этого вопроса. Дурн-индустрия вообще оказалась, на мой взгляд, как и обывателя все-таки, хоть и представителя СМИ, оказалась в достаточно патовой ситуации, потому как несколько лет к ряду очень активными темпами наращивались обороты. Мурманск превращался в, простите за набившую оскомину, туристическую мекку. Сюда был очень большой приток туристов. Соответственно, появляются новые площадки, появляются новые ардеры движения. Потом приходит коронавирус и почти весь мир закрывает границы. Закрывает, потихоньку открывает, кто-то снова приходит к старым ограничениям. В какой ситуации сейчас оказались мы, в какой ситуации сейчас оказался бизнес? Именно туристического характера, вот это общий вопрос нашей беседы, который хотелось бы изучить с разных сторон сегодня с вами. Группа нашей компании занимается полностью туристическим бизнесом, то есть все виды туристического бизнеса. То есть мы отправляем мурманчан и в теплые страны, то есть это турагентство и авиакассы, продаем авиабилеты. Также мы занимаемся инкамингом, то есть принимаем туристов, фид-туристов, индивидуальных туристов. И группы принимаем, так как у нас есть свой транспорт, парк автобусов от 7 до 51 места. И также есть свой мини-отель Аврора Велич, ее тоже многие знают в Мурманской области. Мурманчан сделали промо-тариф этим летом. Мы приглашали, ну как обстоят дела на сегодняшний день. Очень плохо, если не сказать, что минус 5 баллов. Как говорится, есть плюс 5 звезд, а есть минус 5 звезд. То есть выездной туризм на стопе, но мы умудрились сохранить наш коллектив девочек выездного туризма, менеджеров. Сейчас открылись некоторые страны, но цены достаточно высокие на эти направления. Поэтому туристов совсем мало, дай бог, одна-две заявки в 2-3 дня. Олег, вы меня сейчас прямо удивляете. Кого не спроси, все с позитивной улыбкой комсомольца говорят о том, что ну да, было тяжело, но вот мы прошли эту первую большую волну, май месяц нас снова подкосило, а вот сейчас, как такая формулировка замечательная, блуждается среди всех, набираем обороты. Вот, да, мне очень нравится. Набираем обороты, возвращаемся в норму. Лукавят? Нет, не набираем обороты, но, к примеру, то, что государство нам помогло, дало беспроцентные кредиты в мае месяце, да, мы их все выбрали, прошло 6 месяцев, то есть срочки, мы сейчас вот буквально с 1 ноября начали их возвращать. Вот он тот самый период, все, он наступил. То есть, да, регресс-период, хоть они практически беспроцентные, там небольшая ставка, вот мы как брали, там 20-30 тысяч в день, условно говоря, мы сейчас начинаем возвращать, причем надо их вернуть в течение, опять же, 6 месяцев до 1 мая. В противном случае штрафные санкции, пение и прочее? Да, безусловно, заблокированный счет, мы не сможем работать, отправлять платежи за наших же туристов и так далее, осуществлять хозяйственную деятельность. Скажите, а как долго ваша компания на рынке? Мы работаем практически с 2000 года, с 2005 года. О, 15 лет уже есть, как минимум. Да, 15 лет. А конкретно Aurora Village присоединился к вашему, ну назовем его, вот это медиапространство, не так давно, да? Да. Это новый объект. Да, мы его большими усилиями достраиваем, достраиваем, потому что делаем все полностью на заемные или на свои средства, никто абсолютно не помогает. Подтягиваем качество, как можем подтягиваем, смотрим на те, которые жалобы клиентов есть, тянем, тянем, тянем. Я наблюдал изнутри, воочию, не всю территорию, не каждый из домиков. Мне посчастливилось побывать в, наверное, это центральное здание, большой купол, кажется, так его называют, красивый вид и прочее. Было интересно, было любопытно, открытая площадка, все хорошо. Из негативных моментов, которые я впоследствии также мониторил в сети, ну чтобы быть максимально удачно лавировать в пространстве во время нашей беседы, я обратил внимание на два пункта, которые отмечалось среди гостей. Говорили об отсутствии связи, таковое, то есть очень тяжело связаться через различных операторов, но я так понимаю, что этот вопрос решить на местном уровне невозможно, надо какие-то вышки дополнительные строить уже от операторов. Я имею в виду сотовая связь. Ну, в данном месте ловят только Yota и Megafon, устойчивая связь. Мы также сделали Wi-Fi, все же там 30 мегабит в секунду, есть скорость. В общем, ну, связь есть, связь есть, можно по WhatsApp посмотреть. Я говорю о том, что вот лично мониторил из комментариев в сети, исключительно об этом. Выходит Ростелеком, вроде бы, вышки какие-то начинает строить, прокладывать. Надеемся, что появится в сторону Тереберки более устойчивая связь, но, тем не менее, это... Ну, вот это большой купол кафе такой никто реально не строил, именно с стеклопакетами, со всеми. То есть снеговые и ветровые нагрузки мы учимся на ошибках, доделываем, доделываем. То есть даже иногда дело не в деньгах, а дело в нашем коротком лете. То есть за это время не успеваешь, ну, и теми силами. Конечно, можно привлечь там какие-то огромные инвестиции, это все забабахать в какой-то короткий период. Где бы только взять эти огромные инвестиции? Ну, не сделают даже огромные инвестиции, то качество, на это требуется некое время и ежедневный труд с утра до вечера. Это всего коллектива, которому я. Огромное спасибо и ребятам, и менеджерам. То есть в нашей группе компаний трудится порядка 40 человек. Ну, вот это вот все тянем. Ну, не реклама ради будет сказано. Сейчас с моей стороны действительно получается здорово. Ну, вот визуально, по крайней мере, мне нравится эстетика. И с точки зрения, я представляю, предполагаю туристов, которые приезжают, они наблюдают наш необычный, морозный, неприветливый, ну, по крайней мере, может быть, для нас в первую очередь Кольский край. Они наблюдают все это. Это все в диковинку. И, находясь в подобных помещениях, интересные архитектурные изыски, наверное, не ожидаешь на территории Мурманской области, в принципе, такое увидеть. Это здорово. Но еще один пункт, второй, собственно говоря, и последний из комментариев, которые я обнаружил в сети негативного характера, хотя позитивно значительно больше, это отзыв о ценовой политике. Я конкретно не мониторил ценник и не хотелось бы сейчас в эфире озвучивать какие-то конкретные цифры. Но, насколько я понял, ценник вполне себе приемлем для туристов из-за рубежа, но немного кусач для нашего населения. Ну, к сожалению, у нас, мы работаем там на дизель-генераторах, у нас энергообеспечение стоит примерно от 300 тысяч в месяц. Этим все обусловлено. Цена там зимой у нас от 15 до 20 тысяч за 4 туристов. Да, цена высокая, но пока такого объекта нет, мы стараемся держать. Ее всегда уронить можно, но, тем не менее, если мы будем по 7-8-10 тысяч продавать, мы будем, опустимся ниже планки себестоимости, и проект будет абсолютно невыгоден. Поэтому стараемся. У нас там полы с подогревом, собственный пилетный котел, дизель-генераторный. На следующий год уже куплены ветрогенераторы. Для обеспечения электроэнергии? Да, панели для Солнца. То есть, в летний период, надеюсь, что хотя бы в дневное время мы будем выключать дизель-генератор и экономить на этом. Тоже вкладываем большие деньги. А в Aurora Village сколько уже функционирует по времени? Ну, мы начали три года, то есть, запустились сначала в одном качестве, потом посмотрели, что надо переделывать. Переделали сейчас. На следующий год переделаем старую ветку, ту, которая уже произносилась. Ну, вот последняя версия модернизации. Ей сколько, год, полгода? Ну, она постоянная. Это нескончаемый процесс. Я к чему все это спрашиваю? Опять же, такой большой объект, который теоретически может очень здорово дополнить и впечатление, и фидбэк туристов, которые приезжают сюда. Он фактически сейчас в работе или из-за пандемии ему приходится простая? Ну, у нас загрузка где-то 30-40% сейчас. Это приемлемо? Ну, это на грани себестоимости, в лучшем случае. В лучшем случае нравится. То есть, денег на строительство абсолютно не хватает. То есть, мы распродаем те автобусы, которые можно еще продать. То есть, пытаемся и сейчас влезем опять в новые кредиты, чтобы как-то просуществовать. Но еще пройдет, если так будет продолжаться 2-3-4 месяца, то придется, грубо говоря, обрубать концы, как и нормальному бизнесмену, хоть как-то выйти в нули. И может даже закрыться. Вы уже рассматриваете такую перспективу как стратег? Хороший бизнесмен тот, который начинает думать, потом думает, чтобы выгодно продать свой бизнес. Но не в данном контексте. Конечно, стараемся развиваться. Есть на территории Мурманска объекты, которые строятся. И тоже надо шапку снять перед такими вот предпринимателями. Коллег тоже мониторим. Постараемся тоже грузить. Вральвич – это часть нашего проекта. Это не так… Ну, то есть, не огромная часть. Это просто вот делали, пытались делать для души. Но такого не строило никто в мире. В Финляндии есть подобное. Да, конечно, там качество побольше. И по стоимости там от 900 евро идет. За ночь в сезон именно за такие же домики. Ну, получается, то есть, еще лояльный подход с нашей стороны. Ну, да, вот у нас в Сересельке есть Класс Тайне, Юси, хозяин. Ну, так он, как Дед Мороз. Ему уже лет 70, наверное. Лет 15-20 там хорошие инвестиции невозвратные получили от государства. Начали расстроились. То есть, стимулирует турпоток. Надо понимать то, что невозможно от туризма Мурманской области получить деньги вот здесь и сейчас. Приехал турист на своих карманах, привез там 20-30 тысяч рублей. Он потратил, пошел в ресторан, купил меховую куртку, какие-то билеты. Потратил в ресторан. То есть... Но он не положил все это. То есть, опять же, предприниматель с того же ресторана, он выдал зарплату своим работникам, а этот работник пошел в тот же магазин, тоже потратил на... Это эффект мультипликации. То есть, представьте, если у нас в область примерно от 60 тысяч иностранных туристов приехало, скажем, за прошлый сезон, если зимние взять. Вот представьте, что каждый, кроме, как за путевку, заплатил там 25-50 тысяч, в зависимости от насыщенности программы. Он еще тысяч 20-30 проел, прогулял. То есть, вот эта масса денег, она пришла в регион и от туризма. Все там говорят, ой, эти там узкоглазые, там опять пошли в магазины и так далее. Но поймите, вот вы приезжаете в Турцию, то есть, турецкие отели иногда демпингуют. Вы идете, срежетесь, идете, тратите гипермаркеты, какие-то заказы там. То есть, свои деньги оставляете. Все равно приезжаете в ту же Турцию. Эти лунолики делают то же самое. Да, берете там 300-400-500 долларов, все равно оставляете на какие-то покупки. Да, безусловно. Но на самом деле, подобная систематика, наверное, даже не стоит сильно в экономическую сторону вопрос погружаться и иметь профильное образование от бухгалтерского отчета, чтобы понимать, как это происходит. Чем больше туристов, чем больше вы их видите в магазинах, в парикмахерских, в ресторанах, в кинотеатрах и так далее. То есть, это приток налички в регион. Это просто, это вот все почувствовали, все поняли, кто связан так или иначе с бизнесом. И приток заработных плат, соответственно. И опять же, стимулирует нас, как говорится, накрасить губы, то есть, фасады покрасить, улицы выложить, открыть какие-то парки, памятники. То есть, нам уже становится стыдно, там, туалеты на маршрутах. Еще год назад на совещании... Олег, простите, пожалуйста, я буду вас перебить, запомните свою мысль. Как хорошо, что вы эту тему стимуляции подняли во второй половине программы. Поговорим о ней значительно подробнее, а пока что рекламная пауза. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканал Арктик ТВН. Я ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня, напомню, руководители компании «Визит Мурманск», председатель союза туриндустрии Мурманской области Теребень Налепалович. В первой половине программы мы проехались по вопросам, которые были актуальны на тот момент. Часть общего представления, общую картинку мы уже получили о том, в каком состоянии находится туристическая индустрия Мурманск сейчас, Мурманской области. И вот прямо перед выходом на рекламную паузу заговорили про стимуляцию. И, знаете, это прямо потрясающе. Вот то, о чем вы говорите. К нам приезжают туристы, нам нужно лицо, подкрасить губки, навести лоск. Нам нужно обязательно переделать фасад, здесь выложить каменную дорожку. Тут асфальт, трещину закрыть, законопатить так, чтобы ее не было видно. И у нас еще активнее начинают работать такие программы, как комфортная городская среда и прочие дотационные правительственные программы, занимающиеся, собственно говоря, реновациями города и его улучшениями. С одной стороны, это просто замечательно. Но появляется мнение, может быть, оно уже бытует, может быть, оно формируется на таком зачаточном уровне сейчас, что это как условная попытка отвлечь внимание от действительных проблем. И вот в первой половине программы вы упомянули о том, что правительство предоставило в мае месяце 6-месячный кредит. Беспроцентный, но срок подошел, и вот сейчас его нужно выплачивать. Вот вы как предприниматель обратились с просьбой или с уточнением, можно ли его отсрочить еще на полгода, еще как-то сделать? Потому что ведь запрет не снят, города по-прежнему, половина стран закрыта, у нас нет, не возникает коммуникации с иностранцами, как бы это хотелось. Как все СМИ пестрят о туризме, о том, что мы его продолжаем прокачивать, прокачивать и еще раз прокачивать. Действительно, ситуация такова, что бизнесмен может остаться без возможности заниматься этим самым туризмом. Вы как-то наводили справки, обращались? Да, конечно, мы, чувствуя то, что не сможем возвращать вовремя кредит, обратились в обслуживающий банк, причем это банк государственный. Просим вас еще отсрочить на 6 месяцев, как минимум, посмотреть, как что, если будет возможность раньше возвращать. Безусловно, мы готовы раньше возвращать. Но у банка нет механизма. Они говорят, что мы не знаем, как это сделать. Соответственно, программа считает все. И так хотел бы сказать, что у нас оказалось, когда пандемия пошла, банковская система очень слабая. Очень слабые менеджеры на местах, то есть неподготовленные. Они очень сильно пиарятся, но, тем не менее, не знают свое законодательство банковское, финансовую структуру. То есть очень все медленно, все очень вручную происходило. То есть, мне кажется, все достаточно. То есть есть определенные шаблоны работ, шаблоны вопросов, ответов и механик действия. Государство дало деньги. Да, банк налило деньги, но банк эти деньги выдавал месяц, полтора. Я общался с другими коллегами. Они просто не могли получить, потому что просто эти девочки, мальчики, которые финансисты к себя думают, на местах сидят. Они просто не знали, как ими распорядиться и просто как это организовать и как оформить документально все это. То есть я не про какой-то один банк. Это, в принципе, все вот... Российская банковская система на современные мероприятия. Вообще никакая. А если банковская система никакая, то что говорит о предпринимателях? То есть это все обучение и все остальное. То есть... Но вернемся к ответу от банков. Они сказали, извините, мы не знаем, как это работает, какую клавишу нажать. И разве это ответ? Ну да. У них... Во всех банках все решает Москва. В Москве высоко не видно, по всей видимости, как это все происходит на местах. Они не влезают именно в экономику. Экономика – это наша кровь. Вы имеете в виду экономику регионов? Да, да. Любого субъекта, любого маленького предпринимателя. Пускай это будет индивидуальный предприниматель. Пускай будет средний бизнес. Пускай будет более крупный бизнес. На крупный бизнес как-то более-менее обращают внимание. Потому что без них никак. Если дороги не почистят, то мы не поедем. Если там не поедет паровоз, то и не полетит самолет. Да, эти отрасли профинансированы. Но также вот мы имеем свои автобусы. Помощь – это отдельная группа компаний. То есть на пассажирские автобусы не получили никаких денег даже на дезинфекцию и так далее. Не знаю, куда это все ушло. То есть банк ответил – да, мы не знаем, как это сделать. Мы обратились, занимали у нас формапе. Да, пока на два месяца они отсрочили по одним кредитам. В общем, спасибо им большое, что вообще как бы помогли. Раньше бы, если взять там 90-е или 2000-е, конечно бы вообще бросили бизнес. Тут, конечно, большое спасибо, что хотя бы эти кредиты предоставлены. И они в моменте были выданы. Именно в моменте. Пускай там с месяцем отсрочки и так далее. Но менеджеров и работников, и водителей надо же кормить ежедневно. Они нужны зарплату выдавать. Как наша трудовая инспекция говорит, там два раза в месяц. То есть не больше, чем 15 дней между этими разрывы должно потом придет. Опять же, мы ввели мораторий на проверки. Ну что на проверки ввели? Все равно прилетают письма счастья. А это, а это. То есть это не проверка, это заэвалированные вот эти вот все вопросы. То есть это теперь просто называется другом. Это просто письмо. Предоставьте тебе сведения и так далее. И по сути дела проходит та же самая проверка. И просто свое время иногда тратишь на это. Мы сейчас пока еще вовремя платим все налоги и так далее. Спасибо за то, что, конечно, налоги снизили на предприятия, кто на доходе. Это сейчас 1% платит, то доход минус расход по ОСН. 5% платят. Это, конечно, тоже достаточно помогает. Все же какую-то копейку экономят. Этого достаточно, этих мер? Ну, не платить налоги совсем нельзя. Ну, это нужно как бы заморозить хотя бы там лет на 5, пока вот все это не восстановится. Только потом уже с бизнеса. Ну, к примеру, если сказать там за прошлый год там группа компаний вот у нас заплатила государство 5-6-7 миллионов. То есть, ну, можно было бы государству пойти навстречу, то есть, дать там 5-6-7 миллионов, то есть, в какой-то там кредитной линии или там с долгим обязательством. То есть, что-то можно придумать. Это опять больше вопрос не к нам, среднему бизнесу. Я вот что понять не могу. Первоначальный кредит был выдан на полгода. Я так понимаю, насколько это было обосновано, по крайней мере, в открытых информационных сетях, что шло из расчета, насколько времени потребуется на стабилизацию эпидемиологического состояния в стране и в регионах. Но ситуация не стабилизировалась. И пока что Москва не выдает никаких новых распоряжений. Банки в момент времени, сейчас, можно сказать, вот ноябрь месяц 2020 года, они бессильны что-то сделать. Да, это, наверное, всех волнует предпринимателей. Схема была такая. Вот у тебя работает там 10 человек, умножают на северный мрот и умножают на количество 6 месяцев. Вот это твой кредитный лимит. Вот у тебя, условно говоря, 30 тысяч на 20, 600 тысяч в месяц, ты вот можешь, грубо говоря, взять, условно, там, 2 миллиона кредита на свою компанию. 2 миллиона кредита дается на выплату зарплаты или там на покрытие каких-то кассовых разрывов. В общем, вот эти 2 миллиона выбрали, условно говоря. И наступает 1 ноября, 6 месяцев заканчивается. Это ты должен, вот как ты выбирал эти 2 миллиона в течение 6 месяцев, эти 2 миллиона должен вернуть. То есть нагрузка, то есть она пропорциональна, то есть одинаково. То, что вот ты взял эти, воспользовался, то есть и невозможно рекструктуризировать эту задолженность. То есть ты в течение полугода ее должен вернуть. Я бы, например, хотел бы, чтобы она была в течение 3 лет, я ее вернул. То есть когда бизнес восстановится, то есть расписать сейчас, как обычно, потребительский кредит, пускай будет с не каким-то минимальным процентом. То есть государство, деньги на это есть выделены, но опять финансовый механизм не отлажен. То есть сейчас нужна либо финансовая подушка предпринимателю, что он готов на это пойти, либо он должен был в замечательный плюс уйти за эти полгода, чтобы на него не так критично наступил конец осени. Да, именно так. То есть нужно, грубо говоря, рекруизировать долги, дать какой-то грейс-период, там 6 месяцев или год, и просто убрать, пока не закончатся вообще все налоги. То есть мы сейчас, мало того, что из кредитных денег платим эти зарплаты, мы еще берем кредит, чтобы накормить государство и заплатить налоги, подоходный налог, пенсионный и так далее. То есть кредит у государства на то, чтобы заплатить зарплаты, и кредит у государства на то, чтобы заплатить государство. Да, и все лезут в личные кредиты, и опять же банки начинают наживаться. Скажите, вы уже отмечали, что обсуждаете с коллегами какие-то моменты, мониторите их деятельность. На что коллеги из вашей сферы деятельности или, может быть, сопряженные, думают о всем происходящем? Есть какие-то мысли, как из этого выйти или какие перспективы нас ожидают? У нас не так много времени осталось для завершения программы, буквально 2,5 минуты, поэтому можно дать полноценный ответ с вашей стороны. Те коллеги, которые имеют один стул, один компьютер, они просто-напросто этот стул-компьютер вынесли домой и ждут, когда откроется турагентство. К примеру, те, кто имеет какую-то инфраструктуру, то есть автобусы, нам нужно содержать все равно автостоянку, водителей, соблюдать безопасность, все равно какие-то заказы изредка обслуживания, амортизации, на топливо, на обогрев. Перспектив больших я, например, не вижу на сегодняшний день. Те, кто построились, они пытаются заморозить, как-то хотя бы продаваться на российский рынок. Но к нам на север туристы приезжают, и они более привередливые. Они думают, что если заплатили 50 или 70 тысяч за 3-5-7-дневную программу, они должны такой же сервис получить, как на юге. Но это не юг, тут не теплое море, и сложно работать. У нас цена дизельного топлива на 20% дороже, чем в той же Москве или в Ярославле. На севере жить? На севере, ну, трудно жить на самом деле, выживать. Ну, очень хочется надеяться на то, что, опять же, из контекста того, что вы сказали, в ближайшие несколько месяцев все-таки мы увидим просвет. Потому что на момент времени сейчас состояние пограничное, если я правильно все понял. Состояние очень пограничное, очень пограничное. И, ну, правительство области как-то все равно пытается туризм поддержать. Что это у нас комитет по туризму? Хорошие специалисты, ребята, работают, набраны коллеги. То есть, ну, опять же, вот этими разговорами, вот этими вот мелкими мерами, ну, трудно что-либо решить и поддержать с криком «Ура!» на танке. То есть… Да, реструктуризация долгов, отладка банковской системы и уверенная и усиленная поддержка на федеральном уровне. Вот, наверное, три столпа, которые могли бы сейчас помочь. И хорошее слово всегда просто поддержать хотя бы хорошим взглядом, хорошим это, чтобы они рядом с нашим туристическим предпринимательством, вот эти вот все моменты, это все в совокупе может дать. То есть сейчас нужно сохранить коллективы, надо сохранить свои ресурсы, чтобы потом, грубо говоря, начать принимать, отработать там в течение года, два, двух, трех те долги, которые заработали за этот год, там сколько продлится, ну и начать зарабатывать. Мы будем следить за развитием событий, очень надеемся, искренне, что получится все сделать именно так, как вы сейчас описали. Но туризм должен жить, как бы тяжело ни было на севере жить, отдыхать-то здесь, видимо, очень приятно и комфортно. Надеемся, будет такая возможность. Туризм – это лицо все же экономики, и надо стараться делать качественнее. Пускай это лицо будет улыбаться. Да, пускай это лицо будет улыбаться. Спасибо большое, что прибыли к нам сегодня в гости. На этом эфир этой студии завершен. Открытая студия